Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Я и мои коллеги готовы знакомить вас с основными событиями, которые произошли к этому часу. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Многодетную семью из Самарской области сегодня, в Международный день защиты детей, поздравил президент России Владимир Путин. Во время видеоконференции он сообщил им, что издал указ о награждении супругов орденом «Родительская слава». Супруги из Сызрани, Людмила и Иван Землянский, воспитывают семерых детей. Старший сын служит в армии в Кремлевском полку, и сегодня семью навестил губернатор Дмитрий Азаров, благодаря поддержке которого Землянские недавно переехали в новый дом. С стиральной машинкой были какие-то планы, идеи. Я рад вам помочь в их реализации. Спасибо большое. Стиральная машина – хорошее дополнение в интерьер нового дома. Сегодня в семье Землянских гостевой день. Глава региона привез подарки для всех, а семья-то большая. Старший сын сейчас в Москве, служит в Кремлевском полку. Второй сын недавно женился, его молодой семье губернатор вручил холодильник. А всего родители Людмила и Иван воспитывают семерых детей. До недавнего времени Землянские жили в десятером в трехкомнатной квартире. Папа, мама, семеро детей и пожилая бабушка. За помощью и улучшением жилищных условий в прошлом году они обратились к губернатору. Дмитрий Азаров поручил выделить средства, которые вместе с материнским капиталом позволили приобрести большой дом. Новое жилье убирали очень внимательно, так, чтобы у каждого была своя комната, во дворе подсобное хозяйство, а рядом речка, куда всей семьей ходят рыбачить. Большую семью многие воспринимают как подвиг, сами землянские просто как норму жизни. Внимание многодетным семьям сегодня оказано на высшем государственном уровне. В прямом эфире в Международный день защиты детей их поздравил президент страны. Владимир Путин пообщался с многодетными российскими семьями, удостоенными ордена родительской славы. Нам постоянно помогает наша соцзащита, наша глава нашего города помогает, интересуется нашей жизнью. Также помогают, и как раз Азаров нам подарил дом, вот эту субсидию, такую шикарную. У нас теперь у каждого почти ребенка есть своя комната, он у нас почти трехэтажный, двухэтажный с мансардой. У нас есть койка, где заварено. У нас есть теперь свой огород, мы посадили свои помидорки, свои огурчики. Супер, здорово. Приятно, что в Сызрани, в Самарской области с таким вниманием относятся к таким семьями, как ваше. Вам всего самого доброго. Будьте здоровы. Орден родительской славы относится к наградам высшего уровня. Его вручение сопровождается единовременной денежной выплатой. Ранее Людмила Викторовна была награждена знаком отличия материнской доблести второй степени. Иван Николаевич – знаком общественного признания во славу отцовства. За большой вклад в воспитание детей, укрепление семейных традиций супруги поощрялись благодарностью губернатора. И вот самая высокая награда. Вместе с Иваном и Людмилой Землянскими ордена удостоены 8 российских семей. Вручение по традиции состоится в Александровском зале Кремля после снятия противоэпидемических ограничений. Олег Зверев, Дарья Трухова, события. Мастер-классы и творческие студии, онлайн-путешествия и музыкальные зарядки. В Самаре впервые стартовал социально значимый онлайн-проект «Самарские каникулы-2020». Весь июнь школьники и их родители смогут с пользой для себя провести время. Каждый найдет занятие по душе. Елена Малютина расскажет, что подготовили педагоги дополнительного образования и городские власти для юных самарцев. В режиме самоизоляции самарские школьники скучать не будут. Для них городские власти и педагоги дополнительного образования подготовили проект «Самарские каникулы-2020», который в этом году стартовал впервые. Ребята и их родители смогут в режиме онлайн путешествовать по Самарскому краю, побывать в зоопарке и театральных студиях, где лучшие коллективы города представят свою программу. У нас пройдут экскурсии и наши учащиеся вместе с родителями, с бабушками посетят самые лучшие уголки города и Самарского края необыкновенно. Мы поедем в Жигулевский соповедник, мы расскажем о нашей Луке, о нашем прекрасном месте. И когда настанет время спать, у нас будет онлайн тихий час. И я прошу, не надо смеяться. В этот момент сама Арина Родионовна нам будет читать сказки. Педагоги дополнительного образования подготовили мастер-классы. Школьники научатся рисовать, фотографировать, делать коллажи, шить мягкие игрушки, готовить простые блюда. Будут разгадывать ребусы, кроссворды. Ребята посмотрят пьесы, почитают стихи и послушают музыку. Не обойдется и без физической активности. На онлайн-платформе организаторы подготовили музыкальную зарядку, которую можно выполнять дома. Старт онлайн-платформы «Самарские каникулы» приурочен к Дню защиты детей. Присоединяйтесь к городскому проекту «Самарские каникулы». Вас ждут новые знакомства, друзья и хорошее настроение на все лето. Ребята, от всей души поздравляю вас с Днем защиты детей, началом летних каникул. Желаю вам неиссякаемой энергии, счастья, исполнения ваших самых заветных желаний. А главное – здоровья вам и вашим близким. Все занятия на онлайн-платформе «Самарские каникулы» будут бесплатными. Всех активных участников, которые будут регулярно посещать онлайн-площадку и соцсети, наградят почетными грамотами и призами. Елена Малютина, Константин Головин, Василий Колдашов. События. За сутки в Самарской области зарегистрировали 36 новых случаев заболевания коронавируса. Число заболевших в регионе достигло 2648 человек. Вылечились 35 человек. Такие данные в понедельник, 1 июня опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. Индекс самоизоляции в Самаре, по данным сервисов Яндекса, на 18 часов составил 1,3 балла. Это значит, что на улице очень много людей. В городах с населением более 500 тысяч человек индекс вырос в среднем на 0,2 балла. То есть изменения в Самаре не такие заметные, как в среднем в других крупных городах. По среднему уровню самоизоляции Самара занимает 5 место в рейтинге самоизоляции среди 15 городов России с населением более 1 миллиона человек. Возглавляют рейтинг Москва, Нижний Новгород, там 3,3 балла. Самое низкое значение индекса зафиксировано в Челябинске – 2,4 балла. В Самарскую областную больницу поступила аппаратура, облегчающая дыхание тяжелым больным. За счет федеральных средств закуплено более 400 узлов подготовки кислорода, которые помогают проводить так называемую оксигенотерапию, то есть лечение кислорода. Эти устройства помогут в лечении больных с тяжелой коронавирусной инфекцией и пневмонией. В больницу поступает достаточно большое количество пациентов средней и тяжелой степени тяжести с выраженными дыхательными расстройствами. В первую очередь эти пациенты нуждаются в проведении оксигенотерапии, и одним из таких устройств является подобное устройство для ингаляции кислорода в воздушной смеси. Вот представлены здесь узлы для подготовки кислорода. Они обеспечивают пациентам необходимый объем поступления кислорода в воздушную смеси для облегчения дыхания. Сегодня им приходится решать вопросы и проблемы, о которых еще несколько месяцев назад никто и подумать не мог. Врачи, фельдшеры и все сотрудники скорой помощи находятся в эпицентре пандемии. Как работают станции скорой помощи в новых реалиях, расскажет мэрия Илчан. Скорая помощь, здравствуйте, слушаю вас. Что у вас случилось? Фельдшер Ирина Девяткина в профессии 14 лет. Признается, о выбранном пути никогда не жалела. Особенно важность своей работы ощущает сейчас, когда трудиться приходится в сложной эпидемиологической ситуации. Скорая помощь – это всегда экстренность. В любые времена, какие бы они ни были, мы, я так думаю, будем уже готовы. На станции скорой помощи в Новокуйбышевске круглосуточно работают шесть бригад, две из которых в случае необходимости готовы выехать на вызовы к пациентам с подозрением на коронавирус. Разработан алгоритм опроса больных. Сначала диспетчер выясняет, есть ли температура и кашель. После этого уже даются указания фельдшерам и врачам. Настроение у наших фельдшеров и врачей, и даже и остального персонала очень боевое. На сегодняшний день не было ни одного, скажем, такого негатива. Люди понимают, наши специалисты понимают и относятся к этому с пониманием. Сотрудники, выезжающие к пациентам с подозрением на COVID-19, обязательно экипируются в специальные комбинезоны, маски-респираторы, бахилы и перчатки. Средствами индивидуальной защиты обеспечен весь медицинский персонал. Мэри Елчан, События. Во время самоизоляции в особой поддержке нуждаются палеотивные дети. Телеканал «Самара ГИС» вместе с благотворительным фондом «Евита» и волонтерами поздравили малышей с Международным днем защиты детей. И подарили продуктовые и медицинские наборы. К акции присоединились и самарские бизнесмены. Слово Мэри Елчан. Говорят, здоровье не купишь, но его можно поддержать, как в случае с Левой Зурнаджаном. Деньги играют решающую роль в выздоровлении ребенка. Мальчику год и четыре месяца. С рождения проблем со здоровьем у него не было. Но когда Леве исполнилось четыре месяца, он перестал фокусировать взгляд, держать голову и глотать. Потом оказался в реанимации с остановкой дыхания. А после выписки долгое время жил на аппарате искусственной вентиляции легких. Сейчас мальчика продолжают обследовать, чтобы поставить точный диагноз. После сеансов массажа состояние Левы значительно улучшилось, рассказывает мама. Если раньше он не мог дышать без ИВЛ больше двух часов, то сейчас родные включают аппарат только на ночь. Мальчик один из подопечных фонда «Евита». Участники благотворительной акции ему привезли спецпитание и лекарства. Помогают всем, всеми расходными материалами. В первую очередь, это, конечно же, наше питание, которое нам помогло набрать полтора килограмма, даже больше за два месяца. Так всем. И поддержкой, и заботой, и массажем, которое тоже пошло нам на пользу. В Международный день защиты детей телеканал «Самара ГИС» совместно с фондом поздравили палеотивных малышей. Поддержали подопечных продуктовыми и медицинскими наборами представители бизнеса. Помимо этого, 10 волонтеров Самарской области купили детям подарки и развезли их по домам. Нам никогда столько не помогали, как вы, до столько лет. Спасибо большое. «Самара ГИС» – это мой телеканал, где я передачу делаю. Спасибо большое. Очень красиво. Из-за пандемии коронавируса пожертвования фонд заметно сократились. Чтобы поддержать подопечных, организаторы создали проект «Под крылом». Это антикризисная акция, в которой может принять участие любой, кто хочет помочь палеотивным детям. Сейчас в фонде 15 детей, которым необходимо специальное лечебное питание. Шестерым уже удалось помочь. Адресная помощь, когда мы привозим питание, лекарства, расходные средства, уходовые средства – это очень здорово. Это снимает ту самую финансовую напряженность с родителями. Они знают, что это у них есть. Но немаловажно – это еще и психологическое состояние, и эмоциональное состояние. Всего в фонде почти 50 подопечных. Чтобы присоединиться к проекту «Под крылом», достаточно написать на электронную почту благотворительного фонда. Мэри Элчан, Николай Сидоров, События. 11 социальных проектов по развитию добровольчества в Самарской области отобраны для Всероссийского конкурса «Регион добрых дел». Он проходит в рамках национального проекта образования, инициированного президентом Владимиром Путиным. Самарская область в конкурсе принимает участие в третий раз. В предыдущие годы регион становился победителем. Для отбора лучших региональных практик поступило 33 заявки. Отличились проекты из Самары, Новокуйбышевска, Чапаевска и Сергиевска. Их включили в региональную заявку. Сегодня она была одобрена Советом по развитию добровольчества. Теперь ее рассмотрят федеральные эксперты. В 63-м регионе есть практики, которые хорошо развиты. Например, инклюзивное волонтерство. Также в области есть проект службы школьных медиаторов, который решает конфликт учащихся образовательных учреждений. Итоги конкурса «Регион добрых дел» подведут в середине июля. Мы ни разу не встречались с отказом кого-то из добровольцев участвовать в активной работе. По оказанию помощи нуждающимся. И всегда эта работа идет с огромной самоотдачей, с качеством. Идет очень искренне. И правительство Самарской области, и, безусловно, губернатор Самарской области, Мич Азаров оказывают поддержку волонтерскому движению. Есть еще целый ряд проектов. Можно было бы рассказывать о каждом. Они нам близки. И, наверное, еще особый акцент у нас в этом году был сделан на две вещи. Это на поддержку инфраструктурных организаций. То есть мы очень внимательно смотрели заявки, например, движения «Лиза Аверт». И такие проекты, которые... Волонтерские объединения и благотворительные организации, которые действуют в социальной сфере. Труд самарских врачей во время коронавируса увековечили. В Самаре на стене девятиэтажного дома появился мурал. Так называется рисунок, выполненный в технике граффити. Пока он находится в процессе создания. Но наш корреспондент узнал, какой сюжет в нем будет отражен. Слово Анатолию Головко. Фасады домов на Новосадове снова превращаются в полотна для уличных художников. На этот раз граффитисты выразили благодарность врачам, которые борются с коронавирусом в Самарской области. Мурал-арт на Новосадовой высотой с девятиэтажный дом еще не готов, но уже поражает воображение горожан своими масштабами. Авторы произведения увековечили память о героическом и самоотверженном труде врачей, лечащих пациентов с COVID-19. В центре композиции доктор в защитном костюме. В ее заботливых руках сердце, символизирующее Самарскую область. Внизу молекула ДНК, которую исполнят в цветовой гамме флага России. Новое граффити уже пришлось по вкусу всем самарцам. Такие граффити приукрашивают город, придают цвету всем, скажем так, домам. Добавляют красоту, наверное, в повседневную жизнь. Сразу бросаются в глаза и, в общем-то, правильное решение. Эта идея очень хорошая. Как перед чемпионатом футбол рекламировали, это то же самое. Вот я считаю так. Даже еще больше благодарности нужно. Инициатором Мурала на Новосадовой стало правительство Самарской области. Работу выполняют художники Оксана Гладкова и Семен Маверский, которые уже увековечили подвиг пилотов, посадивших самолет в кукурузном поле, и запечатлели победу сборной России по футболу в матче чемпионата мира с Испанией. Сейчас Мурал готов на 30%. В ближайшие дни художники должны закончить произведение уличного искусства. Анатолий Головко, Николай Епифанов. События. А теперь коротко о других темах дня. Сегодня 10 миллионов российских семей получат единоразовую выплату в размере 10 тысяч рублей. Эта выплата полагается детям от 3 до 16 лет. Как сообщает пенсионный фонд, первыми получат выплату те семьи, которые подали заявление до 22 мая. Также в ведомстве пояснили, что заявление на это пособие рассматривается в течение 5 рабочих дней. Средства перечисляются в пределах 3 рабочих дней. Такие сроки действуют в отношении всех заявлений, в том числе поданных в выходные дни. Если заявление направлено в период с 23 мая суббота по 25 мая понедельник, оно рассматривается до 29 мая. Средства перечисляются 2 июня. Напомним, такую меру поддержки российских семей в период эпидемии коронавируса ввел президент России Владимир Путин. С 1 июня отдельным санаторием и оздоровительным комплексом России, у которых есть лицензия на санаторно-курортное лечение, разрешат принять отдыхающих при условии выполнения всех требований безопасности. Рекомендации по работе здравниц в период пандемии были скорректированы Ростуризмом совместно с Роспотребнадзором и Министерством экономического развития. Напомним, в марте премьер-министр России Михаил Мишустин подписал поручение о временном закрытии санаториев, детских лагерей и прочих курортных организаций на фоне распространения коронавируса. В Самарской области разрешили выезжать на рыбалку, а также охотиться на территории охотничьих угодий. Соответствующее постановление в воскресенье 31 мая подписал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Также разрешаются тренировки профессиональных спортсменов, членов сборных команд Самарской области и Российской Федерации по видам спорта, определенным приказом Министерства спорта Самарской области на открытом воздухе. Кроме этого, жителям региона разрешили выходить на воду на личных катерах и других маломерных судах. В Новокуйбышевске судебные приставы добились оплаты алиментов от отца несовершеннолетней девочки. По решению суда четверть своего заработка мужчина должен был перечислять на содержание дочери. Постоянного заработка у гражданина не было, выплаты он совершал нерегулярно. Поэтому со временем долг по алиментам составил почти 323 тысячи рублей. Выяснилось, что у мужчины есть открытый счет, с которого по постановлению и были списаны средства. В Самарской области в двух ДТП погибли лоси. Об этом сообщает пресс-служба национального парка «Самарская Лука». Обе аварии случились на трассе М-5 «Урал». Первое ДТП произошло ночью около села Переволоки. Там грузовик сбил животное. Водителю грозит штраф до 4 тысяч рублей. Кроме этого, виновник должен будет возместить ущерб в размере 80 тысяч рублей. Вторая авария случилась возле поворота на птицефабрику Тольятти. Виновник ДТП скрылся с места происшествия. Специалисты обнаружили рядом с погибшим животным детали автомобиля, которые отлетели во время столкновения. Стало известно, как в Самаре пройдет парад победы, приуроченный к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Все военные будут в масках, сообщили в Центральном военном округе. Подразделения РХБ будут проводить дезинфекцию транспортных средств, помещений для проживания личного состава, а за участниками тренировок будут следить медики. Обязательной процедурой будет прохождение военных на коронавирусную инфекцию. 24 июня личный состав будет оснащен всеми средствами индивидуальной защиты – перчатками, масками и антисептиками. Помимо этого, контакты с другими военнослужащими и гражданскими будут максимально ограничены. Полезное и интересное чтение в подарок. Любой желающий может принять участие в благотворительной программе и подарить подписку на журналы и газеты детским домам, школам, интернатам, домам престарелых, сельским библиотекам и другим социальным учреждениям. В День защиты детей свою лепту в эту акцию внесла глава Самары Елена Лапушкина. Она оформила почтовую подписку на детские периодические издания для трех учреждений. Оформить подписку можно, не выходя из дома. Достаточно зайти на сайт, зарегистрироваться и выбрать издание. Там же есть список адресатов, для которых можно подписать газету или журнал. Для тех, кому привычнее посетить почтовое отделение, есть и такая возможность. При этом в организации напоминают о необходимости соблюдать требования Роспотребнадзора. Надевать маску и соблюдать правила социального дистанцирования. Онлайн-тренинги, видеообзоры книг и мастер-классы в Самарской областной юношеской библиотеке стартовала региональная акция «Книжный заряд», приуроченная ко Дню защиты детей. Как сотрудники библиотеки работают с читателями на самоизоляции, расскажет наш корреспондент Анатолий Главко. Погрузить юных читателей в мир литературы и познакомить их с классическими и современными авторами – это главная задача организаторов акции «Книжный заряд». Сегодня, в День защиты детей, для читателей организовали настоящий праздник. Все желающие имели возможность поучаствовать в мастер-классах, посмотреть обзоры книг, а также пообщаться с психологами и художниками. Кроме того, сотрудники библиотеки написали статью об истории Дня защиты детей. Вышла статья, которая называется «Куда уходит детство». В этой статье можно прочитать и узнать об истории празднования этого праздника, о традициях его празднования. Можно даже узнать, что у этого праздника есть свой собственный флаг. То есть статья отсылает нас к истории этого праздника, и она действительно очень интересная. Очень советую прочитать каждому. Акция «Книжный заряд» стала хорошей традицией для всех читающих детей. В этом году к ней присоединились 59 региональных библиотек. Это нужно для того, чтобы дети и подростки не забывали о том, что книга – это чудесно, это прекрасно. И, во-вторых, вот эта акция «Книжный заряд» объединяет не только детей, но и их родителей, потому что это направлено не только на детей, но еще и на взаимодействие с родителями. Сейчас сотрудники библиотеки готовятся к долгожданной встрече с читателями, которая будет возможна после снятия действующих в регионе ограничений. Для детей подготовили новые книги на любой вкус. Для любителей комиксов, а таких у нас немало среди наших читателей, есть у нас вот такая вот замечательная книга «Волшебник из страны ОС» в комиксах. Замечательная, чудесная, яркая, новая, на прекрасной бумаге с прекрасными, замечательными рисунками. Региональная акция «Книжный заряд» продлится в Самарской области все лето. Все дети, которые не расстаются с книгой даже во время школьных каникул, смогут узнать много нового о российской и зарубежной литературе. Анатолий Головко, Николай Епифанов. События. 600 порций мороженого и наборы развивающих игр. Воспитанники Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Иволга получили подарки в Международный день защиты детей. Передали наборы дистанционно, с учетом всех условий особых ограничительных мер. Кроме сладкого угощения и развивающих наборов, для воспитанников подготовили и информационный видеоролик. В учреждения переданы информационные ролики, рассказывающие о том, как делается это сладкое лакомство, кто там работает, люди каких профессий. И кто знает, может быть, как раз сегодняшняя акция для кого-то из ребят станет стартом их будущей профессии. «Каникулы без ДТП» – первый онлайн-чемпионат с таким названием стартовал в Самаре. За суперкубок в виртуальных конкурсах и викторинах на знание правил дорожного движения сражаются более сотни семей. И, как рассказали организаторы, присоединиться к розыгрышу призов можно в любой момент. Победители определятся только в конце месяца. С подробностями Сергей Кизоркин. От дома до школы, магазина, парка и обратно. Безопасный маршрут движения школьник прокладывает на компьютере самостоятельно. А запомнив его, должен применять на практике. Это один из конкурсов на онлайн-чемпионате «Каникулы без ДТП», который стартовал в Самаре. Соревнования на знании правила дорожного движения проходят среди 113 семейных команд. Главная цель – снизить количество аварий с участием школьников во время летних каникул. Хорошо, что и дети, и родители принимают в нем участие, так как родители у нас являются примером для своих детей. И они же смотрят и в то же время выполняют те же действия, что и родители при переходе проезжей части, при нахождении на прогулках. Семейные команды на чемпионате демонстрировали не только знания дорожного движения, но и творческие способности. Например, в первом туре нужно было создать видео-визитку команды и видео-поздравление с Днем защиты детей. Задания были достаточно сложные, семьи подошли очень творчески, активно, неординарно к выполнению этих заданий. Мы видим активность, мы видим, что узнавая постепенно о нашем мероприятии, семьи хотят зарегистрироваться, они хотят участвовать. Включиться в борьбу за главный приз можно в любой момент. Первый обладатель суперкубка областного онлайн-чемпионата каникулы без ДТП среди семейных команд определится только в конце июня. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков, События. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что число просмотров нашей программы на Ютьюбе превысило 24 миллиона. Подписывайтесь на наш Телеграм-канал. Все вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин